Здравствуйте, это Укрлайф, и мы будем говорить сегодня с заместителем главного редактора форуна ФС Кроникл Дмитрием Галкиным, ну и, конечно, с нашим шеф-редактором Андреем Леонидовым. Читатель этого журнала, постоянный читатель. Оглавление. Саммари на украинском языке. Дмитрий, ну, конечно, кому как ни к вам, задать вопрос о результатах вчерашней встречи в Женеве. Давайте попробуем понять, это успех или все-таки не такой громкий успех, которого хотелось бы. Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Андрей. Ну, вот, хотелось бы сразу переспросить, а чей успех? Ну, украинский, конечно. Нет, я считаю, что... Российская дипломатия. Российская дипломатия тоже, наверное, здесь не слишком много добилась, хотя, вот, кстати, у российской дипломатии есть, по крайней мере, успех, что она легализовала вот этих вот людей Юго-Востока, поскольку есть фраза в декларации о том, что конституционный процесс должен быть инклюзивным, прозрачным, и в нем должны участвовать представители всех регионов. То есть, таким образом, Россия теперь сможет говорить, вот это представители регионов, их необходимо включать, иначе мы считаем, что эти соглашения нарушены. А кто будет определять, кто является представителем? Вряд ли же... Ну, наверное, это вопрос внутренних переговоров, но, как я понимаю, во-первых, Россия же настаивает на том, чтобы Царев представлял Юго-Восток во внутрополитическом процессе. И, наверное, Цареву будут какие-то полномочия по определению, что это представляет, это не представляет. Я, честно говоря, плохо понимаю вот здесь конкретный механизм, но понятно, и я думаю, что и украинская власть плохо понимает конкретный механизм. Но это-то и дает России какие-то преимущества, поскольку, раз нет механизма, то очень многое ситуативно решает. А ситуативно, конечно, у России на Юго-Востоке огромное сейчас преимущество, не столько в связи с успешной политикой России, сколько в связи с провальной политикой Украины. Ну, это отдельный вопрос, а так вот, я считаю, что главное, конечно, мы увидели, что Женева зафиксировала все достижения американской дипломатии. Вот с тех пор, как американцы, да, вот, когда это вот, ну, он сказал факты ЕЮ, это в январе, да, было, в конце января. Вот с тех пор, как американцы взялись за разрешение кризиса, они, конечно, добились огромных, я считаю, внешнеполитических успехов. А можно вот по списку, пожалуйста? Очень хочется огласить весь список, пожалуйста, американских внешнеполитических успехов. Очень хочется преддверия пасхальных праздников послушать. Да, да. Ну, мне кажется, что здесь главное, что удалось сделать американцам, это, во-первых, сильно снизить статус ЕС в Германии как внешнеполитического игрока. Потому что мы видим, что если бы не США, если бы не американское давление, не американские инициативы, связанные вот с конкретными шагами, направленными на разрешение кризиса, на давление на Россию, то, наверное, и Женевы бы не было. Поскольку еще не месяц назад Россия категорически отказывалась от участия в любых переговорах, где представлена новая украинская власть. Здесь они, по крайней мере, формально согласились на то, что Украина является стороной переговоров. И заметим, что Россия, так сказать, не хлопнула дверью, не стала говорить там, в Мариуполе убили каких-то граждан, поэтому мы не участвуем. Или там в Славянске, в Славянске кого-то там ранили, мы не участвуем. То есть Россия пришла, так сказать, приняла участие в переговорах. Достаточно жесткая по отношению к России резолюция была принята, но Россия не хлопнула дверью. Она сказала, что мы будем выполнять. То есть это безусловный успех, поскольку США показали, что они могут урегулировать кризис, а ЕС не может урегулировать кризис. ЕС лишилась самостоятельной роли в украинском процессе. Но поскольку теперь понятно, что решения какие-то, договоренности будут приниматься путем поиска компромиссов между США и Россией. То есть ЕС, конечно, будет вынуждена принимать американскую сторону, нет возможности занимать самостоятельную позицию в этой ситуации. Просто не представляю, а что может, так сказать, Россия, ЕС сейчас предложит собственную. В-третьих, я считаю, что это самое главное, к чему стремилась американская дипломатия, ну и вообще американская администрация, это то, что Россия и ЕС точно и надолго оказались по разные стороны баррикады. Никакого союза, компромисса, каких-то внешнеполитических договоренностей. Сейчас между Россией и ЕС невозможно. И Россия теперь начинает воспринимать именно ЕС в качестве главного обидчика. То есть ЕС лишает голоса в пассе, ЕС требует то, требует это, вводит какие-то, так сказать, ограничения. Ну, понятно, что все это делается под давлением американской администрации, но, как говорила латинская пословица, кто не может по ослу, бьет по седлу. И поэтому вот России выгодно воспринимать ЕС именно в качестве главного такого непосредственного обидчика. Но это мы увидели во время вчерашней пресс-конференции Путина, где он так попытался даже сказать несколько неуклюже. Да, нет, а неуклюже Обаме он пытался сказать комплимент, что Обам благородный. Когда какая-то девочка спросила Владимира Владимировича, спас бы его Обама, если бы он начал тонуть. Владимир Владимирович сказал, что Обама благородный человек. Может, у нас там отношения какие-то личные, но он благородный и смелый человек. Боже мой, как я пропустила такой бесценный ответ. Просто фраза же, да. Дмитрий, ну вот может какие-то договоренности в результате этих переговоров в Женеве оттянуть или, скажем, лучше предотвратить вторжение России в Украину? Нет, ну, как я понимаю, о вторжении в том смысле, в каком оно было осуществлено в Крыму, речь не шла изначально. Да? Вы так думаете? Почему? Я считаю, что да. Я считаю, что, ну, во-первых, представьте, то есть аннексия Крыма и без того стала огромным, да, препятствием для нормального какого-то развития России и в экономическом, и в внешнеполитическом смысле. То есть, очевидно, что, ну, это вот очень, я считаю, что, я считаю, что это была заранее спланированная ловушка. Вполне возможно, что я ошибаюсь, что это произошло ситуативно. Вы про Крым? Я про Крым. Вот как вы сейчас оспорили Путина, который сказал, да просто с колес Крым захватили. Нет, я имею в виду, что захватили, я имею в виду, что это была подстроенная ловушка. Понятно, что вся эта украинская ситуация начала развиваться только после того, как стал очевиден, ну, стратегический просчет ЕС. То есть, вот, в чем был просчет ЕС? Потому что они думали, что украинская ситуация разрешится сама собой. Что не обязательно там... Вы про Майдан сейчас говорите. И про Майдан, и про, так сказать, события предшествующие Майдана. Я вот убежден, что если бы ЕС гарантировали Януковичу финансовую помощь, он бы не стал отказываться от подписания соглашения в ассоциации. Но у меня вот твердое есть убеждение, что все к этому шло. Была государственная пропаганда. Виктор Федорович уже был самым большим европейцем. Уже, так сказать, нам рассказывали, как Украина выиграет стратегическое подписание. Может, проиграет чуть-чуть экономически, но Европа поможет, но стратегически выиграет. И вдруг все в один день переменилось. Я думаю, что, конечно, здесь я считаю, что можно понять, Виктор Федорович, когда ты знаешь, что у тебя такая тяжелая финансовая ситуация в стране. Понятно, что сейчас все это смотрится как на фоне внутриполитических бедствий. И давление России, и фактических спецопераций России на юго-востоке Украины. Все это смотрится меньшими проблемами. Но представьте, что в стране было бы относительное спокойствие. И вот такое вот падение курса гривны, которое упало в полтора раза. Задержки по выплате пенсии за заработных плат, резкая рост безработицы, закрытие предприятий. Как в этой ситуации, это же не Майдан спровоцировал до этого, мы понимаем, что это было бы и без Майдана. Вот как в этой ситуации Виктор Федорович мог рассчитывать на переизбрание? А ведь это же только начало. То есть, если не будет оказана финансовая помощь, мы увидим, что ситуация будет достаточно быстро меняться к худшему. И как вот в этой ситуации Виктор Федорович мог рассчитывать? Что ему делать дальше? Только получать финансовую помощь. Поскольку действительно, вот если бы сейчас хотя бы что-то Украина получила, это позволило бы, по крайней мере, стабилизировать финансовую систему. Но если финансовую помощь не предоставил, а с другой стороны Путин пообещал. То есть, вот в этой ситуации, мне кажется, не стоит переоценивать какую-то идеологизированность действий Януковича. Они, как, вообще слабость такая, вероятно, тотальная была слабость в том, что он все действовал ситуативно. Так Крымский главушка была для Путина, да? Ну, без сомнения. Без сомнения. И туда его заманивал Евросоюз? Нет, ну, Евросоюз вообще ничего не... Я считаю, что вот Евросоюз показал, что он вообще ничего не, так сказать, не планирует, не решает. Я думаю, что это сказать, что это США показали, как-то намекнули, дали возможность понять, что Крым можно аннексировать без каких-либо последствий. И Путин заглотнул? Да, да, да. А дальше? А теперь кто его вытащит на берег? Ну, я думаю, что как раз в план американской администрации не входило вытаскивание на берег. А, просто держать на удочке, да? Ну, да, да. Ну, то есть, в принципе же, по большому счету, США же режим Путина чрезвычайно устраивает. То есть, я даже не понимаю, какой может быть более выгодный режим в России с точки зрения стратегических интересов Вашингтона. Это почему же даже? Ну, вот смотрите, во-первых, как мы видим, он чрезвычайно сильно консолидирует западное сообщество. Ну, да, это ему удается, на славу. Это удается, так не удалось никому. Это да. С Адаму Хусейну пришлось 10 лет как-то накачивать, изображать мерзким диктатором, которым он, наверное, и являлся. Но это как-то его, создавать ему какой-то демонический образ, чтобы хоть как-то, да, там, консолидировать Запад в борьбе против режима Хусейна, там, за доминирование Запада на Ближнем Востоке. С Ираном это не получилось, да, то есть, Ирану не удалось предать демонические черты. Кто еще? Ну, с Асадом это вообще смешно. То есть, понятно, что изобразить Асада в качестве врага Запада, причем Асад готов отдать все, что угодно, лишь бы Запад от него немножко поотстал, мне кажется, это очень тяжело. А вот есть человек, который добровольно, замечу, добровольно из своих внутриполитических целей и достаточно убедительно изображает врага Запада. При этом понятно, что на реальный экономический, и уж тем более военный конфликт Россия не способна и никогда не пойдет. То есть, консолидация западного сообщества проводится достаточно эффективно. Если бы не было Крыма, понятно бы, мы сейчас, вот, представьте, вот Крыма нет, да. Вы имеете в виду оккупированного. Да, да, вот про Крымскую проблему нет, аннексия Крыма не состоялась. А даже, так сказать, Путин, как и предполагалось первоначально, вернулся, провел референдум, Крым вернулся в формальный консультант 1992 года. И сейчас идут бесконечные переговоры между Аксеновым с Константиновым с одной стороны, и украинскими представителями с другой стороны, о том, как же нам теперь распределить полномочия. Соответственно, по целому кругу вопросов, далеко выходящих за рамки Восточной Европы, в Западном мире существуют разные какие-то позиции. Какие-то разные подходы и к ближневосточным, и к африканским, и ко всяким прочим делам, потому что сейчас в мире достаточно тяжелая ситуация во многих регионах. А Путин обеспечил единство подходов. Причем, так сказать, единство, то, которое ложится в рамке американской логики. То есть он фактически сделал то, что делал Советский Союз во времена Холодной войны. Он прижимал Западную Европу, теперь уже и Восточную Европу, а теперь и часть постсоветского пространства. Друг друг. И к США. И к США. Это, во-первых. Во-вторых, Путин, как и никто другой, заинтересован в высоких ценах на нефть. Потому что это жизненно важно для России. И если что-то будет можно сделать для того, чтобы поднять цены на нефть, то есть какого-то черного Саддама Хусейна поддержать, или Каддафи, или что-нибудь еще, то Путин будет делать все, чтобы в мире оставались высокие цены на нефть. Высокие цены на нефть – это, безусловно, преимущество для американской экономики, не говоря уже о том, что цены на нефть являются спекулятивными. Там достаточно много в этом заинтересовано американских структур, по чисто финансовому соображению, чтобы цены на нефть не падали. Тем более, что, еще раз говорю, что для США выгодна дорогая мировая нефть. Не говоря о том, что для Саудовской Аравии, которая является стратегическим партнером США, это тоже, в общем-то, достаточно важно. Ну и понятно, что, вот сказать... Ой, не могу сейчас не вставить в ваше сравнение образное, что Обама спас бы Путина, если бы он тонул. Да, и несомненно, как спрашивала правильная девочка, да, справа. Да, да, да. И несомненно то, что без Путина, конечно, ну, если представить, что Путина нет, что возникает какой-то другой, допустим, какой-то более демократический режим в России, то, возможно, совершенно же неожиданные направления в российской внешней политике. То есть, в России достаточно сильны, например, настроения в пользу союза с Китаем. Понятно, что такой союз возможен, наверное, только на китайском доминировании, на китайских условиях. Но я думаю, что, наверное, бы какая-то часть российской элиты, особенно региональной, наверное, бы на это пошла. Поэтому нельзя исключать и такого варианта. А Путин является гарантией того, что при всех неладах с западным миром Россия все равно будет ориентироваться на то, чтобы сохранить тесные отношения с Западом. А вот тогда это означает, что Путин не пойдет на восток открыто, не ведет свое оружие, не ведет свои танки, этого не будет. Открытого вторжения на востоке? Открытое вторжение, на востоке, возможно, только в случае кровопролития, когда Путина просто заставят туда, туда втягивают. Хочу сказать, что ведь не является Путин единственным игроком сейчас на Юго-Востоке. Мне даже, мне кажется, не является основным. А кто является основным? Мне кажется, это окружение бывшего президента. Это же очевидно. Да, то есть, ну и есть какие-то еще местные люди, которые втягиваются в этот конфликт. Но вот какая стратегическая ошибка была сделана на новой властью, то, что она не попыталась договориться с этими людьми, например, с Ахметовым, не дать им какие-то гарантии, не показать им свое их место в этой новой экономической политической системе. Тем более, что, ну, есть проблемы, которые очень тяжело решаются. Например, проблема копанок. И вот не знаю, как решить в рамках закона проблемы копанок. Ну, Таруто попытался, рассказывал нам, Михаил Волонец был тут вот у нас в гостях, рассказывал, что попытался издал указ эти копанки закрыть, чтобы обезопасить. И вот мы увидели, что в Луганске происходит. Ну, это да, это точно не просто. Это, и мы увидели, что эти люди из копанок, они прямо из копанок были вынуты и поставлены в, и совершенно, и, точнее, даже не поставлены, а совершенно искренне пошли выступать против новой власти, которая их лишила работы. Да, но, собственно, 150 человек погибло в прошлом году в копанках. Я думаю, что это еще занижено. Это, ну, занижено, но пока не нет. Представьте, вот, если нет работы, если разница, выборы существуют реальные в этих поселках, между, и мало-малых городах, между рискованной работой в копанке и отсутствием вообще средств к существованию. Ну, понятно. То есть, безусловно, этих людей, этих людей жаль. И власть должна что-то для них сделать. Проблема копанок должна решаться, но решить ее наскоком невозможно. И даже дело не в этих людях, а не будем забывать, что у каждой копанки есть собственник. И человек, который... Ну, разница в цене на уголь, которая там скопана... Разница в цене, нет налогов, нет никакого... И вот представьте, вот... Еще добавлю, что помнишь шахту номер 8? Конечно, можно. Фильм замечательный. У нас были скрытые кадры, которые приносил нам режиссер этого фильма, помнишь? Которые так и не вошли. Когда он рассказывает, вы покажете, что есть особая система, когда снизу, доверху, через милицию, через все силовые органы, это идет наверх, все прибыли... Ну, это, кстати, поведение юго-восточной милиции, оно во многом объясняется тем, что она зависит от этих людей. Ну, по крайней мере, в отдельных городах, населенных пунктах. Ну, то есть, нельзя было пытаться решить какие-то сложные проблемы с наскоком. Надо было сказать, что пока, ребята, ничего не будет. Как-то неформально пытаться договориться. Этого не было сделано. Вы думаете, не было? Ну, мы видим же результаты. Ну, теперь второй вопрос. Дмитрий, а можно ли договариваться? Вот с кем из окружения Януковича можно договариваться? С Ефремовым вряд ли. С Александром Януковичем, которому приписывают финансирование, ну, может быть, это будет доказано, там, думать, со временем, да, финансирование сепаратистов, вряд ли можно договариваться. Вот называют еще там Иванющенко. То есть, вряд ли вот с ними можно договариваться. С Саревым нам договариваться. Ну, мы пока плохо понимаем, кого Царев будет представлять, неформально, а она в действительности. Ну, хотя я считаю, что он очень способный, политика. Кто Царев? Да. Это он поэтому ездит, чтобы его били, чтобы больше популярности набирало или что? Ну, а почему бы и нет? То есть, я не хочу выдвигать подобную версию, но если бы я, например, консультировал, я бы мог бы посоветовать. Не, ну, просто, по-моему, его тоже так и консультируют, потому что, когда я вижу, когда он очередной раз подъезжает, и он начинает бить, вот он уже к этому готовый, он раздевается, показывает побои. Нет, там, может, просто политик голый торс. Вот такой вот какой-то... Ну, Владимир Владимирович тоже так сказать, или подобная форма одежды, ничего. Народ нравится. Народ нравится. Да, это все-таки... Вот я хочу сказать, что, да вот если уйти от вот этих внутриполитических проблем к внешнеполитическим, то понятно, что США не будут, на самом деле, спасать режим Путина. Режим Путина ждут очень тяжелые испытания. Прежде всего, связанные с тем, что вот этот вот разрыв съезд очень сильно ударит стратегически по российской экономике, независимо от санкций. Но Россия, я думаю, что США попытается сделать экономические преимущества из этого и вытеснить Россию с нефтегазового рынка европейского. И вот мы видим, что уже есть какие-то шаги по южному потоку. И есть решение об организации американского нефтегазового экспорта в ЕС. И обязательно на европейский рынок придет Иран, свои очищенные от санкций нефти. И, конечно, это по режиму Путина сильно ударит. Технологичные, с точки зрения финансовой, снижение кредитного рейтинга России, снижение кредитного рейтинга российских корпораций и банков, которые должны какие-то фантастические суммы западным структурам, тоже очень сильно ударят по их деловой активности, то есть по способности получить новые кредиты, поддерживать производство. Вывод средств сильно ударит по России. Понятно, что он будет тоже, так сказать, только нарастать. Россия ждет чрезвычайно тяжелые времена, и с точки зрения политической, потому что понятно, что в нормальной ситуации не происходит такого чудовищного, даже зажима, принимающего комические формы. То есть даже трудно представить, чтобы даже в позднебрежневское время принимались подобного рода решения. Тут он замялся, Дмитрий, когда девочка спросила очередная, про мост-то буду строить в Крымле, а то он как-то мост дороговато. Да, мост дороговато. Но вполне возможно, что режим Путина их в том или ином виде переживет. Может быть, пожертвовав, пойдя на уступки, чем-то пожертвовав, может быть, предоставив полнезависимость по чеченскому типу каким-то отдельным регионам. Вполне возможно, что не переживет. Специально спасать, я думаю, в США не будут. То есть это не входит в планы, как мне кажется. Наоборот, вполне возможно, что распад режима будет представлена как такая еще очередная победа над силами зла в мире, как успех США, которые возвратили свободу народу России. Но то, что специально ничего делать не будут для того, чтобы ускорить его падение, мне тоже кажется очевидно. И Женева это показала. То есть, в принципе, при всей жесткости, как мы уже говорили, у России есть теперь игра на Юго-Востоке, поскольку прозрачный, инклюзивный и репрезентативный конституционный процесс это легализация вот этих вот российских настроенных людей и резкое повышение статуса партии регионов, которые теперь становятся полноценным политическим игроком. Ну и какое-то введение в первый эшелон украинской политики, неожиданное, да, каких-то людей, представляющих интересы российского руководства вроде Олега Царева, я не знаю, насколько он представляет интересы руководства или каких-то отдельных игроков. Но вот я думаю, что его статус резко и неожиданно достаточно повышается теперь. А что такое Царев? Вот, знаете, я, честно говоря, очень долгое время вообще не воспринимала его как-то серьезно. Об этом знает Лешко все. Нет, нет, ну подожди. Ну вот мне интересный взгляд Дмитрия. Вот Царев, вот откуда он вдруг взялся? Почему вдруг он может говорить от имени Востока? Почему вдруг Россия может думать, что он может говорить? Ну Россия хочет так думать, что он говорит от имени Востока? Потому что если вложены какие-то, мы видим, и медийные усилия в раскрутку Царева, он же не случайно, просто фактически не уходил с российских каналов на протяжении января и февраля. И какие-то медийные усилия, я думаю, какие-то организационные усилия вложены в раскрутку Царева. Ну а я не понимаю, что здесь удивительно, но Россия хочет иметь своего представителя в украинском политическом пространстве. Нет, это удивительно, потому что он не является главой партии регионов, как минимум, или главой какой-то другой. А зачем Россия глава партии регионов, которая зависит от украинских олигархов? Ведь сила Царева в том, что Царев не зависит от украинских олигархических групп. Вот именно этот вопрос я хотела бы задать. Я думаю, что помимо каких-то личных политических качеств, я, честно говоря, считаю, что он способный человек. То есть, возможно, для внешнего наблюдателя это не очевидно, но я уверен, что Алексей Роспособный человек. И главное все-таки в том, что этот человек, не зависящий от украинских олигархических групп, такого человека в украинском политическом пространстве найти довольно непросто. Я понимаю, но для того, чтобы он мог действовать, он же должен на что-то опираться в Украине. То есть, он не может быть просто Царев, который симпатичен. Пока он опирается на медийный ресурс. Только на медийный? Потому что под него же нужно какая-то... Под него, что будет, что под него делать. Может, под него будут что-то делать. Какая-то подушка какая-то поднимать. Какую-то подушку, наверное, сделать со временем. Веду пророссийской партии. Ну, или общественного движения какого-то. Но пока ему создан при деятелем участия российских каналов огромный ресурс медийной узнаваемости, медийной известности, и я думаю, что, мне кажется, он достаточно популярен благодаря российским медиа на Юго-Востоке. И мне кажется, пока на него какое-то время можно опираться. Тем более, что если он действительно будет принимать участие в этом конституционном, переговорном процессе предприятия интересов Юго-Востока, то это еще у него появится и политический ресурс. А потом, так сказать, это, наверное, что-то надо делать. Нет, к слову о том, что мы говорим о внутренней политике, экономике. Коль об олигархах заговорили, которые не поддерживают зрело. Что вы скажете о так называемом украинском региональном олигархическом самоуправлении? Да, вот, Мистоколомойский, получивший Демидуровскую область, какие-то успехи, они, ну, заметно, наверное, да, что там все спокойно. Но, как вы считаете, насколько олигарх способен сейчас влиять, в том числе и на внутреннюю и на внешнюю политику? Вы знаете, Андрей, вот что произошло, если брать события конца февраля? То есть, вначале украинская власть, наверное, при внешнем давлении, пыталась навязать силовой соседарий. Когда он, не отказавшись вообще от любых попыток урегулирования. Потом оппозиционная коалиция, пришедшая к власти, тоже отказывалась от любых попыток урегулирования. То есть, когда нет урегулирования на общенациональном уровне, у тебя возникает урегулирование, как в том или ином виде, на региональном уровне. Поскольку украинская власть на протяжении последних 15 лет опиралась на олигархические группы, понятно, что субъектами этого процесса выступили именно олигархические группы, поскольку политическая система в том виде, в котором она сложилась при Леониде Даниловиче, существовала до 2014 года, распалась. То есть, наконец-то наступил конец этой эпохи, которая началась в начале 2000-х годов. Вот возникла новая политическая система. Понятно, что в ней наиболее активны именно те субъекты, которые больше всего заинтересованы в немедленном восстановлении стабильности, в немедленной реализации своих интересов. Не нашлось место, они заняли это место. А кому не нашлось, мы видим, что Ахмеду не предоставили формальное место в новой политической системе, он его сам взял. И теперь мы знаем, что восстановление спокойствия в Донецкой области невозможно. Без участия Ахмедова. Возможно ли восстановление спокойствия в Луганской области без договоренности с Ефремовым? Мне тоже кажется, вполне возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что это тоже, так сказать, не получится. То есть, украинские олигархи стали наиболее деятельными, активными участниками политического процесса. Не потому, что они хотели, наверное, вкладываться в политику, а потому, что они были вынуждены в условиях распада политической системы начать защищать собственные интересы какими-то подручными средствами. Нажитые непосильным трудом. Нажитые непосильным трудом и спрятанные... Тоже непосильным трудом. Таким же непосильным трудом. Да, то есть, понятно, что сейчас уйти от этого фактического олигархического правления, которое сталкивает страну феодализм, то есть, как сформулировал Дмитрий Джангиров, в стране угрожает не федерализация, а феодализация. И действительно, в этих условиях формально переходить к федеративному устройству... Я, например, всегда был сторонником перехода Украины к федеративному устройству. Но вот в нынешних условиях это чрезвычайно опасно, поскольку мы получили бы не субъекты федерации, а просто олигархические княжества. Либо в тех регионах, где олигархия не присутствует, какие-то просто депрессивные... Нашлись бы, нашлись бы. Нашлись бы какие-то местные, но они уже бы не смогли бы обеспечить в должном мире, просто возникли бы какие-то депрессивные территории, вроде Северокавказских республик 90-х годов в России. Ребята, диалектик, вся власть за это, никакой власти за это. Вся власть олигархам, никакой власти... То есть, постепенно надо изымать. Успехи его есть все-таки, на тот взгляд, в Днепропетровщине? Вы знаете, мы никогда уже не знаем, насколько сильно было давление во Днепропетровской стране России. Вот мы видим, что в Донецке оно было сильное, в Луганске оно было сильное. Наверное, даже в Одессе и в Николаеве оно было сильное. Было ли оно сильно в Днепропетровске? Насколько Россия была заинтересована в том, чтобы Днепропетровск действительно же по своим настроениям очень сильно отличается и от Донецка, и от Одессы. Насколько там возможно раскачать ситуацию. Понятно же, что все вот эти структуры, которые занимались провокацией напряженности на Юго-Востоке, как связанные с Россией, так связанные с так называемой семьей, так и с местными олигархами, они опирались на реальные массовые страхи, на реальные массовые подозрения, недоверие, вполне обоснованное к новой власти. И сложнее, наверное, это было делать в Днепропетровске, и намного проще в Донецке, поэтому именно Донецк и Луганск стали вот такими главными источниками напряженности. Поэтому говорить о том, что у Коломойского есть успехи, а у Тарута нет успехов, мне кажется, это было бы не совсем справедливо, потому что степень давления была разная. Некретная программа же материального стимулирования в Коломойске, да? Не только же это шутки по-настоящему, вот тысячи долларов за скальп, зеленого девочка. Про скальп не говорил. Да, 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 за пределами пиара я не вижу никакого реального. То есть пиар неплохой, то есть, ну, вообще... Вот можно ли, да, пиар, что отвлекает внимание, конечно, публике, а человек решает проблему Приватбанка каким образом? Просто в Крыму, вот живут, что у нас знакомые, звонят, беспокоятся, пенсионеры, которые хранили свои деньги Приватбанка всегда, все, ничего они уже не получают, и неизвестно, когда получат, скорее всего, никогда не получат свои сбережения. Банка Ломойского, немножко отвлекаясь в сторону, только как он решает свои параллельно... Не, ну, подожди, ну, у нас же нет формальной позиции банка Привата по этому вопросу. Просто то, что говорит... Есть звонки оттуда людей, которые говорят, что у нас просто карточка, это неудобная пластика, а ей ничего нельзя делать, даже вот известное движение нельзя. Ну, наверное, Банк в тяжелой ситуации, но я просто не понимаю, как это связано с пиар-действиями Коломойского. Нет, это связано с его, скажем так, политэкономической ролью в жизни современной Украины, вот, Коломойского. Ну, все, что мы говорим, об олигархах, которые должны стать такими бизнесменами, в рамках законодействующими и так далее. Я таки давно мечтала о каком-то публичном месте в украинской политике. Поэтому я думаю, что это будет, как вот... Кто пришел в украинскую политику? Мне кажется, вот Царев и Коломойский. То есть Коломойский, мне кажется, тоже из нее не уйдет. Потому что... Ну, Царев тоже вряд ли уйдет? Короче, Царев точно не уйдет. Точно не уйдет. По крайней мере, добровольно. Умрем, но из крепости не уйдем. Да, да. Надо же такую свою защиту. Понимаете, потому что пока вот... Мне вот что поразило, что очень плохо люди отличают пиар действия, вот вроде назначения вот этих вот цен за сданные автоматы пойманного российского сотрудника... Гранатометы, мины, гранаты и патроны. Да. По десятке долларов за патрон. От реального урегулирования. Потому что реальное действие по регулированию просто катастрофически. Просто катастрофически. А что имеете в виду? Ну, я имею в виду... Я имею в виду очевидные неудачи, связанные с... Не в Невропетровске же, а в Невропетровске. Ну, в Невропетровске я не думаю, что была какая-то проблема, связанная с реальным урегулированием. Я вот, честно говоря, я не являюсь знатоком, да, каких-то, так сказать, военных или там специальных операций. Но я просто не понимаю, зачем надо было... Зачем действовать в Невропетровске, когда у тебя есть Донецк и Луганск, где ситуация взрывается намного проще. Так, а вы думаете, что вот антитеррористическая операция, которую объявило правительство, должно было быть тоже более активной, более... Надо было просто быстренько арестовать те, которые там сидят по зданиям? А если нет возможности арестовать, не надо было заходить в города? А чего нет возможности-то? Их там поведет человек. Я звоню в Донецк, вы не поверите, Дмитрий, я звоню в Донецк, и все говорит, у нас спокойно. У нас же, говорит, спокойно в Донецке. Абсолютно. Я того же мнения держусь. Но чтобы арестовать-то надо не просто, чтобы был человек, которого можно арестовать, но чтобы было кому арестовывать. Это хороший вопрос. Потому что власть же, она очень сильно испортила отношения, новая власть, с правоохранительными структурами, прежде всего с милицией. Все-таки их долгое время пугали, там, иллюстрации, Ну, и милиция, и милиция, честно говоря, тоже испортила отношения со многими. И милиция испортила отношения. Да, поэтому... И тем более, что, как мы уже говорили, вполне возможно, что часть, особенно руководства милиции, зависит от тех людей, которые связаны именно с провоцированием ситуации. Поэтому я думаю, что они не рвутся арестовывать сами по себе. Поэтому здесь же надо было смотреть не только на численность, допустим, участников вот этих вот антивластных мероприятий или на их общественную поддержку. Да, то есть это 25-й вопрос. Главный вопрос, умеет ли это, есть ли возможность это быстро пресечь или нет? Если нет такой возможности, надо было здравоооценить и не заходить со структурами в города. Да, потому что... Ну, понятно же, что структура, особенно бронетехника в городе, совершенно беспомощна, если ты не собираешься стрелять, убивать. Понятно, что украинская власть, как люди здоровые, они не собирались совершать кровопролитие, тем более, что это имело бы совершенно непредсказуемые последствия. Зачем надо было сходить в города, терять там бронетехнику, создавать картинку для российских каналов? Вот это вот... Это же легко просчитываемое действие. Ну, и традиционно, наш последний вопрос. Хотелось бы услышать ваши прогнозы на ближайшее время. Ну, вы знаете, мне вот, начиная с февраля, губит то, что я верю в хорошее. Я верил в мирное урегулирование, в... В небоиспособность российской армии. В конце февраля, да. В небоиспособность, вот просто... Ну, а, видите, они в новой форме красивые появились, как и нарядные. Не было спецназгрук, все-таки это не совсем российская армия. Это же не было боестолкновений. Я верил в то, что-то сказать, что Путин может действовать рационально. Мне не нравится ваше... Дайте, это прошедшее время в ваших глаголах просто... Это меня беспокоит. Знаете, после того, как человек говорит на пресс-конференции, что да, мы провели в Крыму референдум при помощи военных, и другого способа провести референдум не было. Это совершенно же нерациональное заявление, потому что вот именно это и хотели услышать все противники присоединения Крыма. Потому что он просто расписался в том, что никакого демократического процесса в Крыму нельзя было обеспечить, потому что демократический процесс с военными не бывает. Да, то есть... И поэтому результат этого референдума, что там 100 проголосовало процентов, 92 процента проголосовало одни, не имеет никакого смысла, потому что если верховная власть признает, что военные принимали участие в организации референдума, то это не референдум. Все что угодно, но не референдум. То есть у него чрезвычайно смутные представления, вероятно, теоретические. Но понятно, что человек, который говорит, что демократия власть большинства, он просто не заглядывал в учебник, не знает, как понимается демократия. Или когда человек говорит, что Новороссийск, это был центр Новороссийской губернии. Это правда был Новороссийск, центр Новороссийской губернии, но называется сейчас Днепропетровский. Да, это как-то жестковато. Ответы не готовят, Павел Иванович. Не, может, они посмотрели, где была столица Новороссийской губернии? В Новороссийске. Ну, а дальше, где этот Новороссийск, тоже детали. Но это говорит не просто о крайне низком уровне подготовки и принятия решений. Это говорит о том, что нет у власти российской потребности в реальном осмыслении ситуации. То есть, почему ей так удалось легко загнать в ловушку? Ну, то есть, Саддама Хусейна, я понимаю, с Кувейтом гораздо больше подталкивали, чем Путина к Крыму. потому что она плохо представляет реальную ситуацию. Она действительно верит в собственную картинку, верит в то, что на Юго-Востоке какие-то миллионы людей с нетерпением ждут, когда же придет Россия, их освободит. С цветами. С цветами, да. Или страдает от того, что им запрещают говорить по-русски. Вполне возможно, что они в это верят. То есть, и вот это чрезвычайно опасно. Так вот прогноз все-таки. Вы уходите, уходите. Я вижу, что вы уходите. Нет, я, Владимир Юрьевич, мне очень хочется верить, что Женевские соглашения будут реализованы. Кстати говоря, зависит от украинской власти тоже. Не только от российской. Вот я понимаю, прямо скажем, истерику, случившуюся у премьер-министра, потому что Арсений Юценюк, наверное, осознал, а кому придется заниматься демонтажом баррикад в центре Киева и рассказом участникам Майдана про то, что они должны теперь освободить здание и разойтись. Потому что это часть Женевских соглашений. Ну, говорили. Да. И... Вензин начал выполнять, их видели, да, на Майдане, что происходило. Да, и что-то сказать. А главное, кому придется легализовывать этих юго-восточных людей. То есть, ведь кто будет по факту управлять конституционным процессом? Наверное, Яценюк и Турчинов. Понятно, что Турчинов, я так понимаю, нет желания вести самостоятельную политическую игру. Но Арсений Яценюк еще недавно был преисполнен каких-то личных политических планов. Я думаю, что вот этот вот процесс надолго отложит их реализацию. Потому что он, с одной стороны, конечно, окажется в такой неприглядной роли перед людьми с Майдана, с другой стороны, он окажется человеком, который разговаривает и договаривается с теми, кого еще недавно власть официально объявляла сепаратистами. То есть это достаточно неприятная такая тяжелая политическая роль, которая потом, например, в России выпала генералу Лебедеву и похоронила его политическую карьеру. Но я, так сказать, Я поняла, это прогнозы Дмитрия Голубина. А на выборы прогноз вам будут? Нет, я считаю, что это интересно, что в Женевской декларации нет ни слова о выборах. То есть еще недавно же и США и ЕС наоставили на безусловности их проведение. Ну, сейчас у нас уже главные участники настаивают на безусловном проведении. Никто не воскликнулся. А если, например, начнется конституционный процесс, как можно в условии конституционного процесса, который, так сказать, может изменить и вообще свой способ избрания президента страны, как можно избирать? Мне кажется, тоже с выборами не все так просто. Но неважно. Вот если я верю в Женеву, я верю... В Женеву многие верят. Дмитрий, вы не оригинальные. Я верю, что они будут выполняться. И я верю, что начнется постепенная стабилизация, хотя, конечно, она будет сопровождаться отдельными эксцессами с обеих сторон, прежде всего со стороны вот этих пророссийских активистов. Но то, что касается экономической ситуации в Украине, я думаю, что она будет ухудшаться, а политическую ситуацию появления новых игроков будет только запутывать. Ничего себе, я верю только в хорошее. Но все-таки мне кажется, что в стратегическом отношении Украины больше перспектив, чем у России, которая оказалась в такой чрезвычайно сложной ситуации в настоящей геополитической ловушке. Вот так вот Дмитрий Галкин все-таки доказал, что он сторонник всего хорошего. Спасибо огромное и хороших вам до свидания.